ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И пришли Матерь и Братья Его, и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ, и сказали Ему, «Вот Матерь Твоя и Братья Твои, и Сестры Твои, вне дома спрашивают Тебя». И отвечал им, «То Матерь Моя и Братья Мои». И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, «Вот Матерь Моя и Братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь». Сегодняшнее евангельское чтение раскрывает пред нами две противоположные модели отношений человека к Богу. С одной стороны, самое худшее, что может человек проявить в своей жизни, это хула на Духа Святаго. И с другой, самое высшее благо для человека — быть названным другом или родным Богу. Господь наш Иисус Христос говорит нам через сегодняшний евангельский отрывок, «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Но почему хула на Духа Святаго так страшна и опасна для человека? Неужели Бог настолько мстителен, что ответит на каждое слово человека, сказанное против Него? Конечно же нет. Хула на Духа Святаго опасна вовсе не тем, что Бог нам за нее отомстит, но тем, что мы сами, став на путь хулы, постепенно отойдем от Бога, настолько, что уже не сможем вернуться к своему Творцу и не захотим никакого прощения. Святитель Азлатоуст сравнивает богохульника с человеком, бросившим камень в небо. Такой человек по глупости своей, думая повредить небо, повредит лишь сам себе, так как камень, не долетев до неба, неизбежно упадет на него. Хула на Духа Святаго есть злостные отвержения самого Бога. По мысли святых отцов, такая хула — это вовсе не какой-то определенный конкретный греховный поступок или словесное кощунство, но такое состояние души, при котором покаяние становится невозможным. А если нет покаяния, нет и прощения. Вот почему данный грех самый страшный и не простится ни в всем веке, ни в будущем. Этот грех не прощается не потому, что Бог не сможет его простить, а потому, что сам человек не захочет в нем раскаяться. Таким образом, хула против святого Духа есть сознательное, упорное и нераскаянное противление очевидной истине, о которой человек внутри себя знает, что это истина. После того, как Господь Иисус Христос раскрыл предслушавшим Его народам, что есть самый большой грех, Он привел пример и противоположный Ему добродетели, добродетели послушания и любви к Богу. Когда ко Христу пришли Его причистые Матери и братья по плоти, они по причине многолюдства никак не могли войти в дом, где учил Господь. Тогда некоторые люди послали ко Христу сказать «Вот Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои вне дома спрашивают Тебя». В ответ же они услышали на первый взгляд весьма странные слова «Кто Матерь Моя и братья Мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит «Вот Матерь Моя и братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь». Данные слова по замечанию толкователей вовсе не являются проявлением неуважения Господа к своей матери. Господь всегда питал нежные чувства к матери своей и даже будучи распятым, беспокоился о ней и поручил ее заботам своего возлюбленного ученика, апостола Иоанна Богослова. Но в этот момент, произнося поучение народу, он показал всем, что исполнение воли Отца Небесного выше его родственных чувств. Сказанные Христом слова не унижают Деву Марию, но наоборот, возвышают ее еще больше. Ведь именно она, по сути, и является той единственной, кто в полной мере исполнил волю Божью. Ведь мы помним, как в момент Благовещения, когда святой Архангел Гавриил возвестил пренепорочное траковице, что от нее родится Спаситель Мира, Дева смиренно ответила «Сероба Господня, да будет мне по Слову Твоему». Таким образом, читая сегодняшнее Евангелие, мы должны помнить, что в нашей жизни духовное всегда должно превалировать над земным и материальным. Как бы ни были дороги нам наши близкие и родные, Бог должен быть нам намного дороже, чем любой человек, пусть даже это будут наши физические родители. Потому что цель и предназначение человека заключается не в устроении земной жизни, не в налаживании связей с другими людьми, но в достижении жизни вечной, в которой человек соединится со своим Творцом. Святитель Григорий Ницкий спрашивает, в чем состоит достоинство человека? И сам же отвечает на этот вопрос. Не в богатстве, не в положении, не в славе перед людьми, но в том, что благодаря добродетельной жизни он может приблизиться к Богу. И мы должны помнить, что только такое приближение к Богу может наполнить нашу душу подлинной и неизреченной радостью и тем счастьем, которого никогда не сможет принести человеку ничто земное и временное.